Выборы мэра Москвы – это не совсем выборы градоначальника, то есть человека, который будет командовать дворниками, слесарями, дорогоукладчиками. Сегодня в Москве решаются два важных вопроса. Первый – это будут ли изменения в стране проходить демократичным путем через выборы или они будут проходить уличным революционным путем. И мне кажется, на этот первый ответ уже вопрос. Ответ дан. Да, эти выборы состоялись, они сравнительно честные, они показали нам какую-то новую технологию, власть начала прислушиваться. И надеюсь, что администрация президента после них примет решение о том, что такие настоящие выборы, настоящая соревновательность в политике снова вернется. Второй вопрос – это сядет ли на пять лет Алексей Навальный после этих выборов или получит там какой-то условный срок. Это очень сильно зависит от того, сколько он наберет. Мне кажется, что если он наберет 20% и больше, то его просто не посмеют посадить. Это тоже очень хорошо, потому что наша судебная система, наверное, находится еще в более плачевном положении, чем выборная. И вот такое демонстративное за политику срок по надуманному, недоказанному обвинению, конечно же, это такой очень серьезный удар, как мне кажется. Если этого не случится, будет очень хорошо. Ну и третье – это все-таки Собянин сумел показать за это время, чем он отличается от Лужкова. И, собственно говоря, кроме вот очевидных выборов, там Собянин против Навального, там против Митрохина, против коммунистов, есть на самом деле еще такая подспудная – Собянин против Лужкова. Первое – это коррупция. Значит, мэрия в этом году сэкономила 150 миллиардов рублей. Что значит сэкономила? Все делается то же самое. Это означает, что это те деньги, которые раньше выходили в карманы чиновников. Второе – это достаточно корректное отношение к старой Москве, которое показал Собянин. Были какие-то эксцессы, но в этих эксцессах мэрия себя вела достаточно прилично. И она вообще занимается городом как благоустройством, как мы занимаемся благоустройством квартиры, в то время как Лужков относился к городу как к некой такой грядке, с которой надо собрать максимальный урожай. Поэтому я думаю, что вопрос о том, кто выиграет, нет. А есть вопрос о том, будет второй тур или нет. Я бы, конечно, хотел, чтобы второй тур был. И вот такая соревновательность в острой форме, она заставит победителя быть более внимательным к людям, гражданскому обществу. Так что эти выборы, мне кажется, очень важны не только для Москвы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.